Дюшер Международный турнир вот уже 12 лет собирает наиболее талантливых 11-летних хоккеистов со всей Европы и становится важным шагом к становлению юных звездочек. Я думаю, это хорошая возможность ребятам себя проявить. Очень хороший турнир, там сильные команды собираются. Так что отличная возможность. И будут смотреть на них люди, по телевизору показывать. Так что вперед дерзать. В рамках подготовки к Кубку «Газпромнефти» юные юлаевцы для получения игрового опыта и наигрывания сочетаний регулярно участвуют в различных турнирах, практически всегда оказываясь в числе призеров. К примеру, недавно финские ребята удачно выступили на представительном всероссийском турнире, заняв там второе место. Ну, чуть-чуть было обидно. Мы заняли второе место. Чуть-чуть не доработали где-то в каких-то моментах. Вот так вот. Мы эти ошибки все исправили свои. Будем стараться еще лучше играть. Команда хорошая, боевая, готова к Кубке «Газпромнефти». Наши юные таланты полны решимости проявить себя на Кубке «Газпромнефти». Тем более их старшими товарищами в прошлом сезоне была задана высокая планка. Воспитанники Юлаевской спортшколы 2006 года рождения стали лучшей командой Восточной конференции и добрались до суперфинала, где в упорной борьбе уступили ЦСКА. Сейчас у команды амбиций не меньше. Ну, шансы, как говорится, всегда есть. В последние разы мы играли, обыгрывали и так далее. Здесь же опять же, видите, как подготовка идет по питанию, по тренировкам. И самое главное, как отнесутся к этому дети. Все равно сами знают детская психология, там, трибуны и так далее. Самое главное, чтобы на переезде никто не заболел. Но я думаю, задача будет не хуже занять место, чем наши ребята, тренеры Потапова в том году 2006 года. Предстоящий Кубок «Газпромнефти» станет своеобразным плей-офф для этих маленьких мальчишек. Именно там, в борьбе с сильнейшими командами Европы, они получат неоценимый опыт, который, несомненно, окажется важной ступенькой на тернистом пути к вершинам хоккейной славы. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...